всем приветики я сижу пью кофе кстати пью кофе видна с лимоном вчерашним лимоном не могу никак проснуться вот никак не могу мне не получается проснуться я проснулась на 12 дня сонная прямо такая вот сон прямо глаза слепают как вчера было вечером пришла ко мне соня вот это вот соня и говорит давай поболтаем я думаю блин давно с ней не болтала как-то вот снимаешься камерой так это камеры я сегодня так ее назвала соня раз у меня видеокамера соня тогда будет ее пускай звать соня она тоже выспалась наверное пока лежала там в кармане туда-сюда я была вчера сонная вот думаю раз там так что там я сбила смысле на камеру на камеру я в основном что-то стараюсь записать просто побыстрее побыстрее тут чуть-чуть тут кусок тут кусок а вот так вот сесть из камеры просто поболтать что-то у меня последнее время уже стало очень мало роликов и с одной стороны у меня очень много роликов то есть вообще не успеваю монтировать с трудом хватает времени а с другой стороны роликов много а вот чтобы вот так вот поболтать с вами у меня их практически уже не осталось вот уже довольно давно кстати что-то рыжий цвет какой-то замечаю у себя наполовину на волосах так очень как будто по слушать это они так это они так отросли точно это они так отросли а длина нифига не прибавляется вот они как были у меня наверное до пояса чуть даже чуть 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 меньше так и остались мне кто-то кстати мне кто-то писал в комментарии что они у тебя просто отламываются скорее всего и все дома я хожу с хвостиком в основном хвостиком и хвостиком как вы просто вот тут собираю все вместе вот так вот вот раз завязываю как бы и все с распущенными я почти не хожу с распущен вот я только при вас ну да мне удобно что-то делаешь постоянно тут наклонился тут наклонился как бы все равно мешают вот кстати как то раз я помню летом была в каком-то магазине там был такой яркий очень свет и зеркало как бы передо мной зеркал и сзади там зеркало и то есть а я видел свое отражение через это зеркало видел свое отражение сзади себя и там я увидел что мне волосы разных цветов то есть тут вот как бы один свет здесь вот там где-то сзади прядь какая-то жалого цвета такая прям длинная такая прядь как будто как будто у меня до этого было милирование наполовину там каким-то большими прядями а потом я покрасил с другим цветом то есть вообще там было что-то вообще такое кошмарное ну блин я думала я хожу у меня там волос все одного цвета причем вы помните а я красилась два или три раза а первый раз у меня получился рыжий цвет я покрасилась мне не понравилось потом я перекрашивалась а перекрасу я потом два раза перекрашивалась темный такой темный шоколад то есть по сути они должны были уже быть такими хорошего такого оттенка они получились темный шоколад они получились как черный но не сильно черный какая-то там даже в контакте у меня фотка была там не черно-кожаная куртка и волосы вот эти вот темные вроде как они черные но не совсем черные вообще прям классно смотрелось я очень жду сейчас что они вот сейчас начнут перестанут у меня совсем выпадать начнут отра отрастать я хочу снова покраситься тот же самый цвет моя парикмахер уже много раз мне писала наташ ну чё ты будешь краситься блин говорю волосы болеют выпадают гури нет давай это нет нет там что-то весна наступала нет 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 опять летом не пишут чё будешь нет нет говорю пока не буду носить она уже не стала осенью писать знаешь что она болеет они ей прям нравятся мои волосы то что они длинные и она сколько вот раз приходила ради бога только не стереги их у тебя волосы просто шикарно блин от парикмахера слышит вот это вообще прям мне очень приятно очень нравится там другая могла ой да у тебя тут пакли на волосах я помню подростковом возрасте у меня были волосы тогда еще густые были темно-каштановый цвет но они не красные были каштановые просто вам просто каштана они не были красные они были хотя например он такого же вот оттенка и полностью прям прокрашенные и густые были длинны до самого пояса красивые были они были найти таким блёском примута не блестели даже блин какие красивые родителям они очень сильно не нравились эти волосы и они как раз я на работу должна была устраиваться и они решили родители меня постричь я от них гонялась бегала приходила домой поздно 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 приходила хотя для меня это не свойственно вообще прийти домой поздно то есть ну я не люблю гулять до поздно а это мне приходилось сидеть на лавочке до самого самого поздно там 9 вечера и приходить домой поздно сбегать из дома то есть блин там так долго мне около месяца наверное я так бегала бегала а потом пришла домой но я думала что они уже забыли они молчат вроде ничего не говорят и пришла домой на часов 5-6 и мама меня прям за руку взяла и отвела туда они подстригут один сантиметр только и они мне отстригли вот так вот наверное где то где то ну вот так отстригли плюс у меня волосы густые пушатся и у меня была просто шапка вот так вот они просто торчали в разные стороны это было что-то с чем-то конечно меня на работу я не смогла ни на какую устроиться потому что вид у меня был просто кошмарный просто было ужас так хоть они висели были красивые с блеском а это они просто торчали их невозможно было вообще уложить то есть не плойка ничем вот когда вот они только грязные становились они начинали вот вот более-менее вот так висеть а так они просто торчали в разные стороны особенно но, кстати, после дождя. Это было что-то с чем-то. Их не расчесать, ничего уже невозможно. Только заново мыть, вот я помню. Мне так было их жалко вообще. Я помню, я пришла к парикмахеру, она такая трогает их такая и говорит, какая у тебя здесь пакля, какой кошмар, как ты с этим живёшь, как ты с этим ходишь? Вроде это. Она меня так отвернула, она там срежёт, 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 так по чуть-чуть, срежёт, срежёт, а потом меня поворачивает, а тут у меня вот так вот. Вот это я помню, вообще у меня был такой шок. И друзья меня увидели, Наташа говорит, а где твои волосы? И я потом, помню, сделала вот так хвост сверху. Ну, он как бы не особо был заметен, что волос мало стало, как бы он висел вот так вот. И месяцами просто ходила с этим хвостом, даже не распуская. Потом вот тут лаком себе прилизывала, чтобы это ничего не торчало. Потом помоешь, голову опять оденешь, там неделю, две, три ходишь, ходишь, ходишь. Волосы становятся грязные, опять помоешь. И постепенно вот так я отрастила, наверное, где-то вот досюда. Потом уже начала их распускать постепенно. Потому что невозможно было. Они просто торчали в разные стороны. Вот так вот был мой. Да, что-то мы с вами прям про волосы заговорили. Ну, отросла. Ну, кстати, вот мой цвет волос довольно такой нормальный. Потому что я помню себе в детстве у меня были какие-то волосы светло-пепельные. Я помню, мне так они не нравились. Какие-то как темные... Темные, господи, темная седина как будто. Какой-то такой цвет был. Мне прям вообще он так не нравился. Потом эмилирование начали делать. С родителями, с мамой я ходила. Она делала себе и мне заодно. Они как-то там потемнее стали. А потом вот много раз я, кстати, красила. Я красилась и в красный цвет. Потом стал рыжим. Блондинкой была. Прям вообще, кстати, классная была. Сверху, я помню, тут были классные. Прям волосы прям такие, как у блондинки. А вот тут вот края вот эти, они, бери, ржавые. Что ж такое? Когда же они нормальные? Я думала, сейчас они отрастут, вот эти вот как бы волосы, опустятся вот сюда вот и станет все нормально. А в итоге не получилось так. Так, сколько мы с вами болтаем? А, 8 минут. Ну, надо же, я думала, уже 80 минут прошло. Вот, целых 8 минут. Сейчас я пью кофе. Да. И, наверное, пойду гулять. И поснимаю вам немножко. Вот, чтобы у нас с вами не получилось больше 10 минут, наверное. Вот. Ну, короче, так у меня много раз я красилась. И черной, и красной, блондинкой. Вот. Что там еще? Седой только не была. Разными были. И отрастали по-разному. Один раз бабуля мне что-то... А, в черной я покрасилась. У нас были черные волосы, такие шикарные. Такие красивые. Я была такая худенькая, такая... Вся такая эта. Мне прям так шло. Ну, некоторым нравилось, некоторым нет. И бабуля, по-моему, меня отвела к своей знакомой парикмахере. Она выводила цвет. Не знаю, короче, что она там сделала. Ну, да. Чтобы цвет, видимо, вывести. Покрасила мне сверху. У меня получилось... Тут, короче, у меня серединка один цвет. Тут вот так вот. Вот так по бокам. То есть, с одной стороны, с другой стороны другой цвет. И вот здесь уже был третий цвет. Был просто кошмар. И так надо было ходить две недели. А потом что-то там... Только можно было бы покраситься снова. Я помню, это был ужас просто. Все на меня смотрели. Наташа, что с тобой стало? Вчера был нормальный цвет, а сегодня... И там вообще так на меня странно все смотрели. Все удивлялись, подходили. Постоянно спрашивали, спрашивали, спрашивали. И вообще, я прибежала через неделю, какая-то женщина прибежала. Говорит, давайте меня красить. Я говорю, срочно. Я не могу так ходить. Это кошмар какой-то. Были нормальные волосы. Думаю, зачем я вообще согласилась? Зачем? Думаю, был такой хороший цвет. Черный, красивый, с блеском. А стало говно какое-то. А меня даже, по-моему, что-то звать стали. У тебя как будто там говно на голове. Вот. Сейчас вот более-менее еще так. Здесь с этой стороны тоже. Ладно, все. Давайте, пойдемте с вами гулять. У меня что-то опять батарея начинает садиться. Вчера я только чуть-чуть ее успела зарядить. Все, пойдемте гулять. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Вот, хотела я выйти немножко пораньше, у нас были с вами сегодня прекрасные, наверное, планы, но, к сожалению, их все оборвал мой муж, я планировала, что пойдем с ним погуляем, сводим в кафешку, но в итоге он отказался, нет, 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 спорт важнее семьи, нет, я пойду в тренажерку. Ну, мы договорились, что погуляем вечером, он потом позвонил и сказал, что он вечером гулять со мной тоже не хочет, что у него там свои планы какие-то и нарушать он их не планирует. Вот, мы гуляли с вами вдвоем, втроем, четвером, пятером, десятером, короче, мы с вами все вместе просто прогулялись по улице, из-за этого я вышла очень поздно, потому что мне было очень сильно обидно, что он отказался, я даже расплакалась, поплакала, честно признаюсь. Вот, я очень долго себя успокаивала, в итоге я делала блютуз наушники, включила любимую музыку и просто пошла походить. Потом я пошла, перекресток зашла, а, это я перекрестки купила, перекрестки я купила сначала просто Кока-Колу, вот такую, попробовать. Не знаю, что-то меня в последнее время тянет на Кока-Колу, на какую-нибудь такую гадость, вот. Вот, хотела я, как вчера, купить вот такую вот, но на кассе ее не оказалось, и, оказывается, вчера была в последний день акции, она была там по 40, что ли, рублей, а сейчас она там по 80. Ну, 80 рублей мне платить не захотелось, и что-то я ничего там больно не нашла, пошла в пятерочку, купила вот эту. Пятерочки, блин, она в пятерке стала дороже, чем перекресток. Так, я больше не пойду в пятерку. Вот, так, также я купила вот такую коробку конфет от Перекрестки, 176 рублей, она была по акции, блин, ну дешево. Я пошла еще в пятерочку, думала купить торт, я хотела купить тортик, и хотела сделать трансляцию прямую, то есть на прямой трансляции с вами его покушать. Я даже торта там не нашла. Единственное, там, знаете, вот так интересно, так, сейчас я на себя переведу. В Перекрестке там вот все понятно, там много тортов разнообразных, цена, да, и по цене вот эти вот торты стоят. А почему-то в пятерочке все наоборот. Причем интересно, так в пятерочке говорят, пожалуйста, не дотрагивайтесь до тех предметов руками, которые вы не планируете брать. Но написано зато в холодильник, там под стеклом подписано, цена находится на торте. Блин, как я должна посмотреть эту цену торта, до него не дотрагиваясь? Вот мне непонятно. Мне надо, откуда я знаю, может этот торт 800 стоит? От Палыча, допустим, 800 рублей из торта и стоит. Ну нафиг он мне нужен за 800-то, если я могу купить дешевле? Там мне понравился торт, а, блин, как вот это? Ну, блин, вот какая-то вот пятерочка, вот какая-то вот эта вот мне не нравится, если честно. Какая ерунда полнейшая. Так, вкусненько с лимончиком. Так, еще я купила брусничный соус, вот такой вот. Женька сегодня принес сосиски или сардельки, я уже, честно говоря, не помню, что он там принес. Вот, и я хочу попробовать к ним, такие вот, такой вот соус. Честно говоря, я уже давно хотела какой-то такой соус новыми. Вот, хейнс, 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 наверное. Вот, у них такие вот соусы. Кстати, вот пробовали мы с вами кисло-сладкий. Мне прям он очень нравится, просто безумно, с курочком, просто обалденный. И вот красненький. Красненький, я уже давно знаю про него. Вот, раньше я смотрела кулинарные какие-то разные, не каналы, а на телевизоре, заграниченные. И там они поливают свое мясо каким-то красным соусом, там что-то, начинают про него рассказывать, как этот соус делается. И ты сидишь, слушаешь и понимаешь, что половину продуктов ты даже не знаешь. Или я, допустим, их знаю, но они не продаются у нас. А тут вот, пожалуйста, есть готовый, можно попробовать. Ну, в принципе, кстати, тут есть состав. Хотя, честно говоря, я как-то делала соус по составу, он не получился настолько вкусным. Кстати, я делала сметану с грибами. Там был прям такой ароматный, но там было много е-добавок, много химии было. Ну, прям грибочки там чувствовались. Я подумала, зачем столько химии, когда можно сделать свой соус. Взяла сметану или майонез, я сейчас не помню. Посолила туда-сюда, добавила жареные грибы туда, все перемешала, настояла. И мы с мужем кушаем, а грибов я не чувствую вообще. Вообще не почувствовала этих грибов. Я думаю, грибы-то куда делятся? Так обидно было, я их пожарила на сковородке, туда добавила. А их там как будто нету. Блин, вообще. А потом, после этого подумала, больше не буду никогда соусы делать по составу. Хотя всегда это было интересно. По составу я, кстати, один раз еще делала осетинский пирог. Тоже по составу делала. Там получилась какая-то полнейшая ерунда у меня. Так, ладно. Долго я сейчас буду тут смотреть на состав на этот. Так, короку конфет. А, еще купила короку конфет маме. Сейчас я ее покажу. Секунду. Вот такая короку конфет маме я купила. Мама у меня очень любит. Вишни в коньяке, вишни в шоколаде. Ну, короче, вот такие вот всякие. Раньше была короку конфет вишни в коньяке, по-моему, от бренда Roche, по-моему, он назывался. Он находится в Украине. И по каким-то причинам, короче, он закрылся уже довольно давно. У меня там были леденцы очень любимые. Не помню. Я уже про них забыла. Вот, я помню, что они были очень вкусные. Вот, он закрылся. И долгое время у нас в России ничего более не поступало. Именно вот такие вот конфеты в коньяке. Я помню, что я с трудом большим находила их, покупала. Но они оказывались совсем не то. Не те конфеты. Они стоили очень-очень дорого. А вот здесь вот я сегодня пятерочки нашла. Рубль за сто... Нет, подожди, те были сто семьдесят. Около двухсот рублей, наверное, короче, они стоили. Не знаю, попробуем. Мама попробует. А потом в следующем влоге я вам расскажу, что-то как-то. Какие-то я покупала уже ей, но я не помню даже, какие. Вот. Нет, знаете, больше всего я увидела... Почему? Потому что я увидела вот эту вот картинку. Красивый кусочек картинки. Я думаю, блин, почему кусочек, а? Так хочется куда-нибудь его приспособить, приклеить куда-нибудь какую-нибудь картинку такую вот сделанную. Хотя, конечно, я могу нарисовать всё это сама. Но всё равно это очень красиво, кстати, смотрится. Классно. Там, кстати, нарисовано. Я думала, что гуашью нарисовано. Но тут, мне кажется, акварельно нарисовано. Так, а какая-то марка-то у нас, кстати, состав 3Е-добавки есть. Та-та-та-та-та-та-та-та. 150 грамм. Шоколадный конфет, трешечный шоколаде, ассорти. Не знаете. Я даже не знаю, я не прочту вот это вот. Название, честно, не прочту. Если вы прочтёте, кстати, напишите в комментариях, что здесь написано. Ну, вот это вот английское ещё, да, там может быть, прочитала. Вот эту букву, чёрт первую, я не могу вспомнить, честно говоря. Я английский, конечно, учила. Я учила его сама. У меня в школе был немецкий, который я вообще просто терпеть не могла, если честно. У нас была учительница по-немецкому. Я помню, в 5-м, 6-м классе. Сидим на уроке. Она, ну так, ну давайте читать. Так, Наташа, давай ты читай. И вот я помню, начинаешь читать. Баааа. Так и произношено. Садись, два. Вот только вот первую букву произносишь. Садись, два. Всё. И вот у меня постоянно двойки, 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 двойки. Я говорю, ну подождите, я даже слово сказать не успела. Ну, типа, твои проблемы, раз ты не успел, значит, твои проблемы. Вот и всё. Потом я уже только научилась, кстати, по-английски, по-немецки читать уже, когда уже совсем старше стала. Не знаю даже, как я так, у меня стало получаться, что-то там читать. Но всё равно это было всё неправильно, всё это было не так. Какое-то обучение тогда было не очень. Я тогда учила английский сама. Но в итоге я два или три раза начинала учить английский. И потом один день не позанимаешься. И всё, забываешь просто. Так, мы с вами сегодня будем пробовать такие вот конфетки. Купила я их неспроста. Кстати, тут даже это эмбринка перекрёстка. Такие они, кстати, красивые. Там была... А, там была с малиной. Ну, я уже, честно говоря, попарилась покупать с малиной. Наверное, в страхе, что там сухая будет малина. Потому что недавно я покупала, если кто знает, мёд мусс со вкусом чёрной сморозины. Там просто была чёрная сморозина сухая, переволокая. И это было не очень приятно. Так, это моя резинка тут лежит. Пускай. Так, ладно. Сейчас затяну время опять. Тут есть хозяйка. Вам не видно, что? Опа. О, блин. Оно ещё и клеится. Ещё и пробовалась. Только хотела показать, как я открываю коробку конфет. Здорово. Вот так вот всегда. Всю жизнь вот у меня. Сегодня мы открываем коробку конфет и половинку. Так, что здесь у нас? А. Так она открывается. Что тут у нас? Ну и тут, кстати, похоже, как будто Роллтон. То есть вот оно. А ну, вон оно, видите, как выглядит? Как вам показать? Ну вот. Сейчас. Ох, ты господи. Наклонись немножко. Вот так вот. Тут я вам сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. Так, что здесь? Что тут? Что тут? Что тут? А, вот. Вот здесь. Коробочка, кстати, классная. Мы её можем потом оставить и туда что-нибудь сложить. Здесь шоколадный мусс. 116 грамм. Ещё? Ещё? Ещё, вы честно? Ай, блин. Офигеть просто. Это просто офигеть. Так мало. Серьёзно. Я думала, там... Знаете, это вот то чувство, допустим, вы открываете коробку конфет, а там лежит одна конфета вот так посередине. Блин. Что-то прям как-то... Я думала, их тут побольше будет. Тут как-то так прямо это... Кстати, не все особо красивые. Тут вообще прям очень мало. Видимо, поэтому они со скидкой. Мне почему-то всегда кажется так. Если одна конфетка не очень, значит, ну, как бы, поэтому со скидкой. Были бы, допустим, все вот такие красивые, она бы не была со скидкой. Мне так кажется. Вот. Ну, с вами мы будем пробовать... Ммм... Вот это вкусное. Попробуем её, да? Её надо разрезать, наверное, ещё сначала. Сейчас. Секунду. Ну, кстати, сбоку она абсолютно обычная. Абсолютно обычная сбоку. А здесь что нарисовано? А, ну, кстати, примерно здесь такое же и нарисовано. Тут только видно, что тоненькая полосочка есть. И это. Ну, блин, тут видно, кстати, контраст. Здесь его не особо заметно. Кстати, вот это вот всё мы с вами ещё и рассматриваем, когда я делаю отдельно. Конкретно отдельный обзор на определённый товар. Всё это мы с вами рассматриваем. Раньше я даже ещё фотографировала. Сейчас я уже некогда мне фотографировать. Потом там ещё что-то так вот слепим её. И сейчас с вами попробуем. Я расскажу, вкусно это или нет. Стоит вообще покупать. Это вкусно. Это обалденно. Просто вкусно. Она тает во рту. Не зря там написано шоколадный мусс. Я ещё думаю, мусс, думаю. Ну, ладно, мусс так мусс. Ну, вот. Ну, он обалденно. Просто вкусно. Он прям вот просто тает во рту. Может быть, потому что она разрезанная. Но, я думаю, другая. Также её раскусишь. Она вот обалденно вкусная. Блин, прям классная. Она не стоит, конечно, 170 рублей. 200 она не стоит. Я бы, наверное, этим конфеткам цену дала бы, не знаю, рублей 300, 400, 500, 600. Вот где-то вот так. Они реально вкусные. Тает во рту. Классные. Вот у нас. К составу он там. О, прилипло уже. Её можно, кстати, подарить, но состав, вот состав, кстати. Вот он заканчивается, а вот начинается. Состав, конечно, реально большой. Ну, правильно, всё-таки, шоколад превратить в мусс, это, наверное, очень сложно. Там надо, действительно, добавить, наверное, очень много химии, чтобы она именно таяла во рту. Вот такой у нас был с вами обзор. Я тут, наверное, кока-колу мы с вами откроем тоже попозже. Такая чёрная. А сейчас для кока-кол, кстати, блин, я уже засыпать начинаю. Пол четвёртого уже. Кока-кола сейчас стала появляться совсем разная. А, в перекрёстке я видела с черешней, с ванилью, без сахара. Мы с вами, кстати, пробовали в каком-то влоге, оно действительно без сахара, и это совершенно не то. Я допила где-то вот так до половины с трудом, добавила туда сахар, закрыла, и она прямо начала вот так пениться. Если добавить в целую бутылку вот так вот сахара, она у вас просто выплеснется. И у вас в кухне будет в кока-коле. Ещё придётся отмывать вещи, и потом будете себя ругать. Блин, зачем я этот сахар добавил туда? Максимум вкуса. Без калорий. Не знаю, что там будет в этой. Ну, в каком-нибудь влоге я буду пробовать, покажу. Прям такая чёрная-чёрная. Вторую, конечно, я брать не стала, не решилась. Я решила вот классическую, кстати, вон там написано. Классик. Вот. Чё я купила ещё? Всё. Сегодня я купила мало. Сегодня я действительно купила очень мало. А, ну пицца была, я её съела уже. Одна ещё осталась у меня на завтра. Не знаю, надеюсь, то, что завтра уже придёт Димочка от бабушки, и мы снова начнём жить, как раньше. Потому что без него мне реально скучно. Очень скучно. Как-то уже привыкаешь к ребёнку. Если в прошлом году я хотела, чтобы он пошёл к бабушке, то теперь я хочу, чтобы он был со мной. Ну, уже привыкаешь за это время. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok